Это был 13-й по счету авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском. О масштабе события можно судить по тому, что в церемонии открытия выставки участвовал президент России Владимир Путин, что повлияло на график деловых встреч первого дня. Первым делом на МАКС-2017 были даже не самолеты, а деловые переговоры и подписания. Два дня, 19 и 20 июля, пропускная способность стенда корпорации ВСМПО АВИСМА была на пределе. В наших переговорных побывали партнеры из МоторСич, Ульяновского, Аэрокомпозита и десятков других компаний, включая компании Индии. Эти дни довольно напряженные, перерывов в работе практически нет. Встречи состоялись каждые 30 минут и даже менее. Где-то приходилось прерываться и раньше, чтобы отвлечься на других наших заказчиков и уделить время каждому. Потому что, опять же, мы не можем кого-то обойти вниманием и проигнорировать. Для нас каждый заказчик важен. Первым знаковым подписанием для корпорации стало долгосрочное соглашение с Пермским моторным заводом, входящим в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Отныне мы партнеры и основные поставщики титановой продукции для пермских двигателистов на ближайшие 8 лет. Это предприятие занимается производством авиационных двигателей типа ПС-90 и ПС-90-2А, который идет на самолеты семейства Илюшин 776-й, либо на Ту-204-214. Данное предприятие участвует в разработке и освоении производства нового двигателя ПД-14, который планируется ставить на самолет МС-21. Как вы знаете, это новый самолет, который сейчас выполняет первые в своей жизни рейсы. Уже, по-моему, 10 рейсов он совершил, 10 полетов первых. Надеемся, что данный проект позволит увеличить объем продаж данному предприятию и даст уверенность, дает уверенность применению нашего титана в авиации. Сам красавец ПД-14, двигатель пятого поколения, расположился по соседству в экспозиции стенда ОДК. Его надежность и рабочие характеристики сегодня проверяются на бортах летательных лабораторий. А разработчики с нетерпением ждут старта серийного производства моторов. Есть небольшие проблемы у самолетчиков с предоставлением самолета под программу летных испытаний. Но сейчас, вот и здесь, на МАКСе, и ранее мы ведем большую с ними работу для того, чтобы сроки по началу серийного изготовления, серийного производства, продаж, прежде всего продаж, остались те, которые были ранее. Но срок по 2017 год – это получение сертификата. Отечественный лайнер МС-21 в небо МАКСа не поднимался, зато других крыльев и винтов в летной программе было достаточно. В первый день мы застали торжественный парад вертолетов России. Они показали нам все, чем особенно гордятся. От огромного грузоподъемного Ми-26 до новых разработок с салоном-трансформером. И легких казанских ансатов, которые иностранцы по итогам выставки заказывали целыми партиями. Все, кто не застал вертолеты в небе, мог детально рассмотреть их на открытой площадке или внутри стенда. Здесь же можно было познакомиться с новинками-беспилотниками. Тем временем на стенде в СМПО ожидали значимого для корпорации партнера. Европейский авиастроительный концерн Airbus в лице исполнительного вице-президента Кристофера Бакли вручил Михаилу Воеводину сертификат о расширении номенклатуры поставок русского «Титана» для новых проектов компании. Еще раз спасибо большое. Нам приятно открыть Амислон Макс с такой хорошей новостью. По итогам тендеров 2016-2017 годов в СМПО «Ависмо» будет поставлять более 20 шифров механообработанных штамповок для нового проекта Airbus A350-XWB. И это не предел для взаимовыгодного сотрудничества. За 2016-2017 год мы выиграли достаточно большое количество новых шифров штамповок, как мы называем. Но что самое важное для нас на сегодня, это что это не только штамповки, это штамповки уже с черновой механообработкой. То есть это то, к чему у СМПО всегда шло. И мы с Airbus A350-XWB достигли полного понимания и получили полное доверие от Airbus A350 в этом отношении. И сегодня мы уже поставляем большую часть уже механообработанных штамповок. А это наша стратегия, которую мы в седьмом году приняли и сегодня успешно реализуем. Мы сотрудничаем с СМПО «Ависмо» уже более 25 лет. И нас устраивает то высокое качество продукции, которое мы получаем от корпорации. И мы не перестаем удивляться тем потрясающим изменениям и тем инновационным технологиям, которые корпорация внедряет в производство. Сегодняшнее мероприятие – это новый шаг нашего дальнейшего сотрудничества. И своеобразный кредит доверия тому, что делает наш партнер. И стремление работать в России больше. Сегодня в России летает более 300 европейских самолетов. Ничто не помешало прилететь на Макс одному из пяти новых испытательных самолетов Airbus. В салон журналистов пускают небольшими группами, хотя этот широкофюзеляжный красавец вместил бы и гораздо больше. Два прохода, три ряда кресел в эконом-классе и 42 места в бизнес-классе. Обещают, что в этом самолете почти не будет ощущаться турбулентность, а в салоне будет царить тишина. Моделями А-350, 900 и 1000 авиастроитель со временем планирует заменить прежнюю линейку своих аэробусов. Уже к 2018 году Airbus планирует выпускать до 10 таких самолетов в месяц. Хотя в кабине пилота все заряжено на демонстрационный полет, журналистам разрешают заглянуть и туда. А уже буквально через пару часов А-350 бесшумно парил в небе. В рамках летных программ любовались зрители на легкий взлет нашего Superjet 100. Но самыми зрелищными получились выступления пилотажных групп. Ясное небо Макса гостеприимно встречало гостей выставки из Латвии и Арабских Эмиратов, полеты которых были на уровне высокого искусства. Чтобы пообщаться с поклонниками, спустилась с небес на землю и прославленная пилотажная группа «Соколы России» Липецкого авиационного центра. Военные летчики-снайперы теперь демонстрируют возможности различных модификаций самолетов СУ. К большому сожалению, главному командованию ВКС принято решение демонстрации Су-35 только его боевых возможностей, маневренных характеристик. Это воздушный бой. Скажу, что группа освоила пилотирование в сунгтном строю. Выполняем полеты, выполняем все фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-35 в плотных сунгтных полетных порядках. Небо Макса для нас. Ну, хотелось бы, чтобы оно было хотя бы вот таким. Летчики подарили в СМПО свои автографы и пожелания высокого качества продукции. Под шум летной программы в павильоне Конгресс-зала прошла панельная дискуссия об особом пути авиастроения в России. Началась она опять же с приятного момента. Заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский вручил сертификат о присвоении совместному предприятию UBM статуса резидента особой экономической зоны Титановая долина. Я сегодня передал, имел честь вручить сертификат по присвоению статуса резидента особой экономической зоны. Хочу отметить, что мы его передали не просто так, а в рамке выполненной по старинной технологии литья, так называемое Каслинское литье. И я хочу напомнить такой факт, что в 1900 году на Парижском Экспо это Каслинское литье завоевало первый приз. И вот я хочу пожелать новой компании, которая сегодня, по сути, становится резидентом и начинает новый этап работы на российском рынке, чтобы традиции работы на рынке, чтобы успех мог также измеряться столетиями. Был такой момент, когда, собственно говоря, мало кто верил в реализацию этого проекта, но настойчивость Сергея Владимировича Кравченко, руководство СМПО «ВИСМО» и привели к тому, что сегодня возможна реализация этого проекта и старт этого абсолютно нового вида отрасли для Свердловской области. Цех уже построен, фундаменты уже построены. И, наверное, сегодня основное – это то, что в октябре у нас начинает приходить оборудование. У нас достаточно сжатые сроки. К концу следующего года мы должны уже выдавать первую продукцию, а в конце 2019 года мы должны выйти уже на полную мощность. Вот для меня лично, человека, который занимается развитием программ «Боинга» в России уже 25 лет, и 20 лет работает с СМПО, сегодня счастливый день, потому что сбылась моя мечта. Я всегда хотел видеть программу российского «Титана» для «Боинга» как что-то такое большое, что было бы навсегда. И после того, как я закончу работать в компании, и даже после того, как молодой мой партнер Михаил Викторович Воеводин, вот сегодня мы объявляем о вхождении нашего совместного предприятия, о строительстве нашего второго завода в Титановой долине. И основой этого завода является новая программа «Боинга», которая называется «777X». Первый наш завод был полностью загружен «Дримлайнером» 787, я много раз про него рассказывал, а второй завод становится таким большим, потому что добавился второй широкофюзеляжный композитно-титановый самолет. И этот самолет еще не взлетел, он взлетит через полтора года, а мы поставлять его будем с 2020 года заказчикам, ну как минимум лет 30. Поэтому уж точно у нас до 1950 года есть гарантированный заказ. За пять дней работы авиационно-космического салона корпорация ВСМПО «Ависма» заключила еще ряд стратегических соглашений. До 2026 года продлили отношения с Rolls-Royce. До 2019 и 2020 годов обеспечили себя заказами от Отечественной объединенной авиастроительной корпорации. Салон 2017 года собрал под своим крылом 800 компаний-участников из 30 стран мира и еще больше посетителей – более 450 тысяч человек. Выставка может стать исторической в том смысле, что обсуждается вопрос о переносе ее в подмосковную Кубинку. Но случится это или нет, узнаем ближе к 2019 году – году следующей международной встречи.